В ДДЮТ подвели итоги трёхдневного городского конкурса «Учитель будущего». Татьяна Ходунова представляет лицей имени Крупской. Её команда – учитель начальных классов, а также преподаватель истории. Татьяна Ходунова рассказывает, что конкурс ей очень понравился, испытания были интересными и иногда неожиданными. Потому что те условия, в которые мы были поставлены, были отчасти экстремальными. Те формы работы, которые предлагались нам, они новые для нас, как учителей, и, наверное, для учительского сообщества в целом. Но эти формы дают возможность проявить себя на 100%, дают возможность озвучить креативные новые идеи. Во время состязаний учителя предлагали пути решения проблем в сфере образования, а конкурс помог убедиться в том, что один в поле не воин, отметила Татьяна Ходунова. Как рассказывают организаторы конкурса, все цели и задачи выполнены. Поиск, развитие и поддержка перспективных команд педагогов. Должна была показать каждая команда. То есть это создать определенные методические продукты, это получилось. Увидеть то, как команда работает в рамках организации ТЭД-конференции. Увидеть то, как команда может между собой коммуницировать при подготовке ответа на определенные проблемные вопросы, которые проходили в рамках мероприятия Дебаты 2.0. Учитель будущего провели в Магадане впервые. Однако и участники, и организаторы отмечают, что это хорошая площадка для обмена опытом и идеями. В течение трех дней конкурсанты показывали свое мастерство. Я поздравляю всех, кто набрался смелости и пришел на конкурс. Я всегда говорю, в конкурсах побежденных не бывает. Вы все победили, потому что вы встали на ступеньку лучше, профессиональнее. И мне очень понравилось, что сегодня вручаются именно сертификаты на повышение квалификации. В конкурсе победила команда английской гимназии. Педагогам вручили диплом, сертификат на повышение квалификации, а также денежную премию. Кроме того, четыре учителя из разных школ получили премию профсоюза.